Диктант Предлагая участникам тестирование Вопросы, требующие более глубоких И обширных знаний Есть небольшое отличие в вопросах Этого года от прошлого года Здесь введен Региональный компонент Но региональный компонент не в узком плане Если Омская область, то про Омскую область Региональный компонент В нашем случае Это Сибирский федеральный опыт Организаторы, учтя опыт Прошлого года, пошли по этому пути Для того, чтобы регионы Смогли проявить В этих вопросах свою специфику Не остались в стороне От столь крупного просветительского события И представители региональных министерств И общественной палаты Для них площадка была организована В региональном центре по связям с общественностью За 45 минут им предстояло ответить на 30 вопросов Чтобы набрать максимальное количество баллов За диктант, необходимо обладать Обширными знаниями по истории, культуре, этнографии, религии Сложно очень Потому что, в общем-то, вопросы такие глубокие есть Которые без каких-то специфических знаний Истории сложно ответить Потому что, ну, хочется отметить то, что Все народности, которые обозначены в диктанте Как возможные ответы Я знаю, слава богу Это уже как бы внутри себя такой дикий Что я про всех где-то что-то слышал Участники отметили, что диктант стал не просто проверкой знаний Но и стимулом к поиску и получению новой информации Мотив изучать то или иное направление нашей жизни И если я с этнографией встречаюсь очень редко Ну или с какими-то элементарными вещами Относительно народности населяющих Да, там быта, уклада, там музейных каких-то вещей То здесь были и очень сложные вопросы С точки зрения истории даже появления поселений На территории Омской области Ну, значит, есть смысл почитать про это и поизучать И поделиться этим с детьми, с внуком Потому что, если они не увидят пример взрослого Относительно интереса, да И попытки познать это То вряд ли они сами до этого дойдут Мы все-таки должны быть образцом для подражания Результаты диктанта, правильные ответы на задания И разбор типичных ошибок Будут опубликованы на сайте Мирэтно.ру 12 декабря Редактор субтитров А.Семкин